Добрый вечер! Мы говорим с вами сегодня о главе Аазину, предпоследней главе нашего курса комментариев в Торе, построенных на книге Рабейну Бехаи, великого сефардского законодателя-каббалиста. В этой главе, с ее множеством сложнейших, кратких предложений, выделяется замечательный комментарий Рабейна Бехаи по поводу стиха Ацур Томим Паалой Кихольдрахов Мишпад. Ацур, твердыня, Томим Паалой. Целостно деяние его. Кихольдрахов Мишпад, потому что все пути его суд. Сначала Рабейна Бехаи дает простой смысл этого стиха, говорит о том, что Всевышний, в отличие от всех остальных владельцев сил, остальных господ, он не демонстрирует свою силу. То есть, относится к своим созданиям с качеством Тмимут, вот это слово Томим. В данном случае оно переводится не как целостный, а как скромный, простой в общении. Так вот, руководствуясь этим качеством, Творец является своим творением, помогает им, поддерживает их. И тем, в общем-то, отличается от остальных господ и владельцев сил, что пишет Рабейна Бехаи. Далее, там же Рабейна Бехаи добавляет, что так, собственно, написано в Талмуде. Это действительно отрывок из трактата Мигела, где говорится, что Творец, на 31 листе, Ламы Дали, что Творец, где бы он ни показывал свое могущество, в этом же месте он всегда показывает свою скромность. И сразу после этого, в следующем Амзаце Рабейна Бехаи объясняет, что такое целостность качества Творца. Что все силы этого мира, все остальные силы этого мира, так или иначе нуждаются в ком-то другом. Так или иначе нуждаются в том, чтобы получить свою силу от кого-то вышестоящего. В отличие от Творца, который единственный, является той самой вышестоящей силой, от которой все остальные, стоящие ниже его по лестнице творения, получают силу. И поэтому его сила называется целостной. Тамим Паалой. Деяние его целостно. Почему? Потому что ему не нужно ни от кого ничего брать, потому что он абсолютно независим. Еще одна очень важная мысль. Далее в комментарии Рабейна Бехаи касается описания того, что такое это предложение с точки зрения драж, так называемого, сложного комментария. Рабейна Бехаи пишет, что Творец Томим Паалой, имеющий целостное деяние, это Творец, который создал первого человека, Адама. И этот Адам, он был Томим целостным. И он был Паалой, деяние Всевышнего. И Коль Дрохав Мешпад, все дороги его суд. Это в том смысле, что когда человек согрешил, его пришлось осудить. И дальше продолжение в главе, как объясняет Рабейна Бехаи, тоже с этим связано, Шихес Лой, что он развратился. И развратился в том запрете, который ему был дан. Потому что дальше стоит в Сторе, в главе Азина слово «ло». После «ло» ему, еще стоит второе слово «ло» с алифом, означающее «нет». То есть определение запрета. И это тоже, оказывается, смысл этого места, связанный с созданием первого человека и с его грехом. Очень важную деталь, галахическую, и это очень редкий случай, приводит в этом комментарии Рабейна Бехаи, потому что обычно в его комментариях детали, связанные с законодательством, не присутствуют. В данном случае исключение. Дело в том, что он приводит от имени своего учителя, Рабейна Шлоба и Медадереса, Рашба, величайший наш сефардский законодатель, был Рэбе, учитель Рабейна Бехаи, приводит от его имени, что правильный текст Бирката Левана, «Благословение новой луны», это «поэль эмет, шепуулато эмет», то есть делающий истину, что деяние его истина. То есть некоторые говорили, как объясняет Рашба, и как цитирует Рабейна Бехаи, по ошибке говорили, не «поэль эмет», не его деяние истина, а ее деяние истина, «поэль эмет». То есть что деяние и истинность деяния относятся не к Всевышнему, а к Луне. То есть что Луна, которая сначала скрывается от нашего узора, потом растет, восстанавливается, потом опять начинает уменьшаться. Все это выглядит довольно-таки как непостоянное состояние, постоянная изменчивость, что в общем-то отличается от многих известных нам примеров истинного, вечного, непреложного. Постоянно меняется. Тем не менее это тоже называется истиной. Так люди думают. Говорит Рашба, это совершенно неправильное объяснение и совершенно неправильный текст. Нужно говорить не «поэлла та эмет», а «поэлла то». То есть деяние его, деяние Всевышнего истина, потому что, как мы говорили выше, деяние может быть истинным только тогда, когда оно ни от кого не зависит, когда не нужно брать ни у кого сил и возможностей для того, чтобы это деяние осуществить. Это комментарий Рашба и это Галаха. Вы знаете, если вы заглянете в Сидур, вы обнаружите «поэлла то эмет». Деяние его истины, а не ее. Это касается никак не Луны, а именно Всевышнего. И вот такой комментарий. Естественно, прежде всего обращается на себя внимание, как уже было сказано, тем, что вдруг Рабина Бехая приводит какие-то галахические детали. Это, в общем, большая редкость для него. Но, кроме этого, конечно, очень важно соединение двух разных объяснений слова «тамим». Потому что сначала Рабина Бехая пишет, что «тамим» означает скромный и простой. Хотя на самом-то деле, так сказать, простой пшат смысл пусука именно «тамим» в смысле. Целостный. Совершенный. Рабина Бехая этого не говорит. Сначала говорит, что вот, творец отличается от всех сильных тем, что ничего специально никогда никому не демонстрирует, очень скромно себя ведет. А потом уже говорит, что целостность действия – это тогда, когда никто ни от кого не зависит, и когда совершающий действие не берет ни от кого дополнительные возможности или силы. И понятно, что в своем комментарии он намекает на совмещение этих объяснений слова «тамим». Естественно, с одной стороны, именно скромность, и с другой стороны, именно целостность являются характеристиками одного и того же уровня поведения. Ведь именно тогда поведение кого-либо становится целостным, становится совершенным, когда элемент демонстрации, не скромности фактически, элемент, который, к сожалению, присущ очень многим людям, творениям, творцам, этот элемент изживается. То есть ничего не демонстрируется специально. Например, если нужно, вот как творец, должен был продемонстрировать свои силы при рассечении Красного моря. Собстоятельства так сложились, вот он и продемонстрировал. Когда нужно демонстрировать, все демонстрируется. Но как только цель, как только необходимость не принимаются во внимание или отступают на второй план, и демонстрация происходит ради самой себя, ради демонстрации, то есть, собственно, качество скромности не используется, не присутствует в действиях кого-либо, то этот кто-либо, к сожалению, не может квалифицироваться как совершенно, по-настоящему, целостно действующее лицо. Только тогда, когда демонстрации, ради демонстрации в действиях не просматривается, тогда это называется настоящей целостностью. Всего доброго, хороших праздников, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова